кто такой отец гнатий храни вас бог кто такой назовитесь откуда вы здравствуйте я александр украины города днепропетровска а как вы зашли то у вас что пароль был или как нет я у вас вы меня добавили в друзья вконтакте вот тут только что я с вами переписывался алекс черный там было написано вы мне только что скинули свой адрес вы меня в друзья добавили в контакте я вконтакте это не бывает там работает модератор администратора они берут на форум перекидывают вопросы вот по порядку самого начала начало такое вы не против что мы записываем и все выставляется в интернет я знаю я изучал ваши видео я смотрел ваши видео не против пожалуйста может даже может быть даже это хорошо и это нужно об этом говорить потому что время непростой время страшное и так получилось что стал жертвой современных технологий современных вот сатанинских вот этих всех нововведений и опытов вкратце себе значит я сам в прошлом спортсмен выступал на международных турнирах по карате честный порядочный человек ни приводов ни судимости ничего не имел окончил университет по спортивной карьере уехал в москву 8 лет прожил проработал в москве инструктором по карате снимался в кино был довольно таки заметный образ жизни что может быть это и сыграло определенную роль что подпал под дополнительное внимание зарабатывал хорошо конечно же но при этом был православным и остаюсь православным из детства православный и господь меня сподобил у меня был духовник очень сильный еще здесь будучи мы занимались изучением такого вопроса и активно выступали против и ннн против введения электронного контроля 1098 год то есть эта тема мне было болезненно и я все время отказывался против этих всех моментов вот но концовка такая попал в очень нехорошую историю результат который был таков мне за мои взгляды за мои убеждения просто чтобы доказать в живи или нанотехнологическое устройство мозг и буквально уже три года как я нахожусь под тотальным контролем под контролем спецслужб все мои обращения в правоохранительные органы заходили в тупик меня или прибивали или травили я не знаю чудом божьим выживал вот и сейчас полегче правда ну типа мне бы они это называют игрой в общем за эти три года с меня сделали придурка полного ну в прямом смысле слова что уничтоженного психически морально и насмехались над моей верой над моими чувствами над моими взглядами это очень долгая история и еще на это затрагивать внимание суть вопроса в чем я уже говорил что все мои обращения мы я просто знаю что в этом задействованы спецслужбы как украины мафиозные структуры психотронщики как украины такие москвы то есть в принципе вот ну я уже повторюсь то что я шел законным путем обращался куда можно обращался действующая епархия московской патриархии в курсе этого но так как это все вы сами прекрасно понимаете я ну я всегда был в лоне московской патриархии но мне очень духом близок был рпцз то есть я знаком с трудами взглядами отцов русской православной зарубежной церкви в частности мне близок отец виталий вот сожалению поживший вот его убеждений его взгляды вот тут все это вместе сложила определенную такую конгломерат обо мне как о человеке то есть мне сделали вот такой вот негодяйство то есть да на данный момент вроде бы как нет вы оставили в покое да но я-то знаю и я это ощущаю что мои мысли под контролем то есть меня объявили полусумасшедшим полубольным человеком толще за френик все свои мир 43 года 37 лет я был нормальным полностью человеком сейчас меня сделали полным придурком то есть то что творили со мной меня ну я знаком я много раз присутствовал видел как люди беснующие себя ведут то есть ну я прекрасно все поймать в меня когда вот это все мне сделали в меня вот как знать как что-то вселяет вселялась говорила моими устами ну в общем ну это это сатанизм чистейшей воды я бы в первую очередь не беспокоит спасение моей души и потому что но мы я знаю откровения на богослово кто примет эту гадость дата христос не по ну не пощадит в момент суда раз а во вторых ну типа это тебя же против своей воли то есть мы начали постреляли вы поняли в больничку уложили и вот это все сделали потом правда мне повторяли это и тут и в днепропетровске в общем это сатанинский шабаш которому я перешел дорогу вот так вот свели то есть я жив да но вы понимали я никто вообще вот то есть у меня был авторитет определенный у меня был не делали я не хочу это говорить час но соками делается подстанов чтобы я отказался от веры от православной то есть ну это страшные вещи просто я доказать ничего не могу понимаете то есть я просто знаю если цель поставил такую что чтобы не было в стоять православие до конца вот ну я уже и от бога отрекался ну ну там ну кошмарные вещи делали понимаете то есть помимо им вот вселялась вот ну вот так вот так как хотят так и крутят короче хотят на право хотят налево я знаком с галиной царева я к ней ездил вот москве есть такая журналистка она очень но но все под контролем понимаете то есть а есть определенная группа лиц там в мвд в сбу я не знаю откуда ноги растут ну просто не боятся что если это выйдет на поверку то концовка будет какая то есть сейчас они делают уже давно чипируют вживляют издеваются над людьми у меня он куча знакомых и в россии и в украине вот такие вот гадости короче вытворяют вот так в принципе вкратце я нарисовал проблемы я не знаю ну если по крайней мере может это выусмотреть мне интересно был бы ваш совет потому что я слушал ваши ролики мне очень понравилось ну ваш дух то что вы не ну скажем так бы вы духовный человек но вы не как сказать правильно не идете на поводу у системы то есть вот мы постоянно критиковали тех священников которые вот вы слышите что они сейчас говорят что вживляй чипы с благословением все будет нормально это только помощь божья он потребует папа римский вообще сказал что это дар божий когда людям вот такую вот гадость буду делать ну идут гонения гонения полным ходом я знаю священников которые снимали убил ну и убили я знаю вот зои за эти убеждения и кафедр решали и приходов в общем все мои обращения я был и общался даже ездил к этому старцу илью в переделки на вот ну все каждый мой шаг каждый мой шаг под контролем все ну вот ну как знаете как в стенку биться и у меня что никому ничего не такое в почаеве был везде был сошел с ума одержимый человек хотя я-то знаю что это не так сейчас вот уже сколько больше года типа все ну типа ну они это называют игрой игрой люди в людей то есть они играют люди в людей играют я такие подонки сатанисты и играют в добро и в зло вот кто-то зло кто-то добро а потом это перекручивают там где добро делают зло там где зло делают доброчек и что у нас единый бог и что все должны поклоняться единому богу ну вы сами православный человек понимаете откуда ноги растут тем более город днепропетровск я думаю вы понимаете детали в общем вот вкратце о своей проблеме так вопрос то в чем заключается как избавиться от этой гадости я почти ничего не понял поэтому что-то вам подсадили вы считаете дух пришел такой или тайно что-то вам вживили вживем вживили мне чип нанотехнологический мне вживили чип в организм и в результате этого происходит вот тотальный контроль раса и внутренний диалог возможен внутренний диалог на уровне сознания то есть со мной общаются вот как мы с вами только в моей голове видите если допускается дух нечистый то причины две по попущению божий чтобы избавить от чего-то или для славы божией если вы жили чисто не запятанно грешный я жил грех обычным человеком то есть и грешил каялся падал вставал старался жил грешил каялся другого и не надо было ждать это так и должно быть потому что он год это уходит дух то по пустыне ходит а потом возвращается находит выметенные незанятые и берет 7 злейших и вселяется в человека был один демон теперь уже с ним это 8 демонов и теперь они путают мысли что галина царева я ее фильмы все смотрел кабана была рядом я бы и сказал кое-что а раз ее тут нету что говорить я вас понимаю мне уже тут же юрий воробьевский 10 процентов было бы настоящих верующих православными то есть как он понимает воцерковленных вот это поганое слово еще употребляют воцерковленных то есть свечки ставит научиться они бы россию вроде повернули другим путем никого не повернешь люди бога не знают и все стоит на месте у бога все это разнаряжено вы говорите о чем психиатрия мне это известно меня 26 лет психиатрия мучила ни день ни два а 26 меня держали в разных психиатрических пунктах где они меня пытались что только не делали они выкручивали они еще не могли сделать я продолжал молиться я уповал на бога и бог меня вывел вывел чудесным путем вынес а теперь злоупотребление советской психиатрии я реабилитирован полностью так что за мной ничего нету несудимости нет ну и что это мой путь мне бог его назначил я должен достойно его пройти я никогда не жаловался я знал что если бы это было не так то исполнилось бы то что я наметил я учился знаю несколько иностранных языков поступаю мореход на училище а уйду за рубеж и все будет по-другому а бог показал будет так вот так тебя будут гнать будут добить вот и у меня тоже история я благодарю бога главное научиться благодарить и не смотреть на это может мне тайна что-то вживили я никогда не думал об этом даже они не смели ко мне прикоснуться они сделали что-то там надуют там это а больше никак только вот эта голова им была не подвластная об этом молился исполнял все церковные правила ежедневно становился на молитву раз пять по полтора на часа у меня была молитва а вечером с 8 до 10 было проповедь это мой путь я рассказываю как поэтому о чем говорите мне тут я ничего не могу сказать это ваш путь вы должны найти причину почему это так и притом а что вы об этом думаете нужно на физической работе работы до седьмого пота я всю жизнь работал на физической работе хотя у меня есть специальность армии был прорабом а теперь делал печи кому дальше сделать кому дом построить надо чтобы пропотеть хорошо рано вставать рано вот мы все время встаем 4 40 хоть воскресенье хоть в отпуске 4 40 утра не спеша совершить полное правило молитву чтение слово божие я просто делюсь опытом как он дьявол не смеет и приступить выходя из дому перекрестился да как положено чтобы тебя рука не суда я вижу куда-то руку ставите вот как должно быть чтобы надо плеча дошла это полный крест ровно и сказать отрекаясь сатаны всех дел его всех ангела его всей гордыни его и иди перекреси впереди себя никто ничего тебе не сделает у меня было на занятиях в университете я в разных университетах вел занятия пришли две одеты в черное одеяние оказались мать с дочкой и они сказали мы пришли разрушить ваше занятие университете где бог обе колдуньи ну что нужно говорить я только вышел пропели царю небесное сразу всем в зале обратился сколько там человек 70 было так и так у нас есть такие люди требуется молитва помочь мы сразу стали на молитву представьте все их как ветром выдуло они больше ни разу даже не появились на глаза потому что апостол и он говорит тот кто в вас дух святой он больше того кто в мире дух сатаны и с ними не то что там бояться не бойтесь бойтесь того кто может и душу в гиене погубить то есть бога только бойся а сатану бояться не надо и с нам дару дарует победу избави нас от лукавого мы молимся послание к римлянам 16 глава 20 стих говорится крушит сатану вскоре под ноги ваши вот так а вы если уже не один день в этом состоянии да куда-то ездили то есть это вас тревожит то есть вы не просто 3 вы тревожите а вы потеряли покой еще может быть у вас и сон бессонница может быть даже мучает этого ничего не надо у нас у православных посты сейчас пост идет вы посты соблюдаете конечно строго наложите постом три дня но больше трех дней не пить не есть только со священником подойти никуда ездить не надо там я у вас есть ну что там украина днепропетровск мы там все проехали мы были в украине так вдоль и поперек все это видели ездили в почаево но мы ездили с другой у меня другой подход совершенно сейчас тема клавдия устюжанина барнаульское чудо как она воскресла ну и прислали там книжку написали про ней там про меня упоминается в этом не могли бы вы не могли бы дать какой-то ответ я даю но мои ответы не сходятся с ними они едут к ней чудо ищут мне это не надо я в это верю я пришел к ней с тем чтобы узнать если у нее евангелие знает ли она христе спасители с одной целью я увидел что она после воскресения не знает бога не знает евангелия я все это описал почему а почему и никто больше об этом говорит они не видели они ее потому что святой считали чуть не обогатворили но сын у нее андрюша он тогда был где-то я не знаю какой там 6 7 класс был мы как-то сидели с ним дома у них на крупской а она в это время у нее зуб болел она побоялась здесь ходить к врачам что ее отравят она втемяшила себе мысль эту да разве господь допустит если не от бога то нам на сибирск уехала а там 250 километров 230 и там этот дух он ей говорит уже вот там вы говорите показывать уркой то он и в башке уже это работа этот дух то и говорит там из кгб арестовали милиция сына твоего андрюша они его мучают она выскакивает оттуда денег то это всю довезли она останавливает первую машину самосвал и гонит ее в барнаул ну дала ему там пять зарплат за влетает комнату а мы с ним сидим что-то он уроки делал он меня опять обманул она знает что не раз ее проводил этот дух уже он меня опять обманул какая она была она была в таком состоянии что кроме как сумасшествия нельзя было назвать следили за всем евро меня арестовали за мной следят я вижу как стоят машины где-то кто от меня уезжает все обыску подвергаются я не выдумаю это реально у меня потому что большая работа была я огонениях на церковь материалах я пила гулаг насчитал опубликовал она да кому ты нужен да ты тысячу лет никому не нужен у меня мама пчел держала каждый нужен каждый нужен я привез ей меду меду привез да не просто базарный свой мед а у нее там была прислуживала одна такая уже пожилая женщина говорит она как выбросила этот мед она побоялась что и отравит она боялась причащаться в церкви что ее причастие отравит она больная была она духовно была развалена и никто ни один об этом не пишет и не говорит даже выступает отец андреев сейчас мама мама это это православие такое вот ваше состояние она очень похожа на это поэтому я могу надо только сказать выйти из этого сегодня же перекреститесь попросите прощения обязательно сходите на исповедь у вас кто-то должен быть духовник все расскажите ему и так и так какие были грехи особенно этому содействует блуд блуд связь с женщинами это открытые двери это черная дыра которая засасывает космическая дыра если это было не знаю а полос говорит больше страшного греха для плоти нет всякий грех вне тела и один только грех против тела своего зараза тут уже не как надо если ты еще после этого причащался то бес вошел именно через причастие потому что недостойно это было сделано в больнице я же говорю меня постреляли говорю что если был этот грех женат и вы нет ну вот это блуд это 7 лет 7 лет плакать 7 лет в притворе быть и разделяется на четыре ступени пока разрешит но это все должно быть перед епископом известно тут самовольничать не приходится но канон должен быть выполнен они виде ваше состояние будут назначать меньше никаких меньше никаких там от 7 до 10 даже лет не надо они играют в экономию что вроде бы при приглаживать они развращают людей если недостойно причащают и пить имя наказания нету златоуз говорит он губит тебя священник и гибнет сам вот и все они все правила поправили там какой-то регламент петра первого все все исковеркано в церкви но на это смотреть не надо ты борешься за правду и она как-то будет сейчас я материал в интернете нашел выступает игумен отец кирилл сахаров это берсеневка около храма христа спасителя метров 200 на этой стороне канала где-то и описывает как мы с ним встретились как я выступал говорил мою знакомую уже на лет двадцать пять с ним и он заметил он писатель он очень талантливый такой это у него настоящая община и вот он говоришь когда он приезжал к нам туда потеряем он все записывает на магнитофон переписывает и рукой записывают и вот он подмещает самое главное сейчас говорит во многих местах стали строить купели благодаря игнатию потому что я крайне негативное отношение занимая по отношению вот это мочение лба это все с украина католичная тут униаты ваши папы сюда понаехали они все развратили они сами бритые у нас таком с роду не было бритые хохлы как называют у нас и приезжают и дальше вытворяет что хотят здесь а епископы тоже оттуда у них всей фамилии то все не русские ну и что ничего надо бороться молиться и бог изменяет и можете назвать да могу назвать назвать когда они обращаются они делают как положено вот они слышат бог потому что главное это бог как я надеюсь на бога сказать а вот этот переданный товар вот допустим вы совершенно негодные развалины я не могу бог знает меня может сегодня это постигнуть а ты выздоровеешь поэтому надо на бога надеяться если вы уже зашли ко мне то чтобы эта встреча была не пустая больше никому об этом не рассказывайте просьба вам достаточно того что и так будут знать и кто это знает попросите помолиться за вас как за бесноватого это беснование самое натуральное беснование неприкрытое беснование и бог силен силен и избавить от этого исправить всю жизнь и пообещать богу никогда никакому каратэ больше не прислоняйся даром эти удары не проходят это инвалидность это вы думаете что учили других а скольких людей вы перепортили этим я где был там ни один каратист не мог выдержать сразу ему говорится шею сворачивали знаменитые боксеры стоялись когда на разводе это в лагерь я говорю про лагерь просились можем и рядом станем убивают отец игнать и убивают что ты сделаешь там самых сильных мордоворотом ставят и они что у них в руках я как-то не понял в рукавицы нора там какое-то железо лежит как они бьют этим там убивают прыгает на нем и позвоночник все ломают а меня пальцем никто не трогал и мне потом сказали почему потому что приезжал говорит от этого душан б до это как майор был из кгб сказал его не трогать и как только начинается это катавасе меня сразу идите отец красный уголок там посидите пока видите как у меня нет защиты кроме бога я вышел и там где я видел как сейчас так разговаривали жит уже мертвый я прошел через смертельное поле полная костей и бог меня вывел ни повреждения ничего не сделали даже рассуждали недавно баптисты знаменитые которые сидели там всем всюду везде предлагают сотрудничать органы как бы всем мне ни разу никогда потому что первый допрос я начинаем свидетельствовать их обращать их меня исследователь который обратился стал священником и они это знают не надо никогда дурной опыт брать ты бери всегда добрый я беру добрый почему-то потому что бог так сказал будете одерживать победу надо пройти по жизни победно красиво и интересно у меня нехорошее слово есть называя азартно то есть никогда не терять это живинки вот это дело а ну-ка я в него войду вот это дело не по силам не я вижу что очень трудно а я за него возьмусь и смотришь получилось мне нравится выражение наполеона главное вязаться в драку а там видно будет мы такое путешествие предприняли невиданное неслыханное живу барнауле вы по карте знаете где и от владивостока до лиссабона турцию прошли скандинавию прибалтику и не просто прошли в каждом месте везде одарил свои 38 книг нам еще вспомнить и невозможно сегодня только вышел на улицу глаза зажмурил боже мой дивный господь ведь мы в англии если бы мы сломались а когда было то и у летел то мотор как бы мы оттуда и дальше самое больше во францию только приехали дальше то детали то нету у нас же советская машина то русская а сломали швеции тут ну не так и много там 500 километров протащили нас дальше на корабле через литву проскочили калининград а тут уже все наша русская и детали достали отремонтировали заменили эту лопнувшую шестеренку передач топлива вот так не надо настаивать на своем я высказал желание добавляю да будет воля твоя господи как тебе угодно как тебе угодно не мне принести тщательно взять бумагу расчерти и посмотри где было по твоему эти это вот вы хотели и получилось получилось что вы борец там и что из этого получилось а дальше посмотри что из этого угодно богу то есть написано исследуйте самих себя верили вы делали это по вере но то что рассказали ничего по вере там нету то есть здоровый крепкий мужик дурил жизни-то но сатане это открытые двери я вам говорю открыто поэтому не думайте на меня обижаться нет и мне интересно ваше мнение я уже слышал я мнение не свое мнение в жестком режиме спасибо за библии что будет что будет там если я умру в таком состоянии буду ли я в раю с богом или нет если во мне дух святой а таким он даже если будешь ты в духе святом дьявол не посмеет приблизиться златоуз говорит не то что там войти никогда нигде не считайте виновным никого в твоем положении а все содействует ко благу любящим бога призванным по его изволению все это что меня держали и пытали меня и и выворачивали руки у меня руки все выворачивали все во славу божию я бы не сидел сейчас здесь этого дома не было если бы не отняли у меня и вдруг 11 лет шел суд я же реабилитирован то и вдруг вот мне такую территорию 13 соток два здания городская администрация для погашения долга я выиграл у меня конфискована фонотека было магитофона вот и я получил а то иначе бы этого не было не было а мы здесь и молимся и церковь и люди и склады и детский лагерь тут все мы делаем это бог так знает я свою жизнь никогда не не могу вперед на полшага знакомлюсь с кем-то вчера сегодня ролик только поставили ночью здесь зашел человек ночью перелез тут видно забор открыл заворе называется палка у калитки стучится тут я никогда не открываю но тут помолились сразу володе сейчас нету помолились он кто такой то ли он наркоман какой-то или кто откуда-то и как я с ним беседую здесь это все стоит прям первый ролик он 2 теперь был он стоит нужно накормил его проводила все но он дальше начал ездил далеко работал денег не дали денег надо говорю какие деньги то я живу только на сухарях у меня и хлеба даже нету я не не трачу ничего нету и картошка своя а почему потому что у меня не давали работать минимальная пенсия и она у меня по сегодня уходит вся на дело божие я так прожил прожил скудно но весело и интересно мне все это интересно у меня ничего нету совершенно мне что рваная заплата то все не мое наушники это мне купили интернет вот это за меня платят у меня ничего нету совершенно а люди знают издать 38 томов это миллионы до миллиона откуда понятия не имею это проехать такой путь это же не два шага за рубежом особенно вот как в греции там столько 100 километров проедешь остановкой везде эти шлагбауму плати 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 и и все вернулись и вернулись живые и все оплачено откуда знать не знаю почему бог он сильный богатый и я ему доверился делаю это ради бога я просто еще буду показывать каждый это басня я живой перед вами ничего нету но дал мне он радость спасения дал любовь к себе водительство духом божьим совсем смиряться а может сегодня умру может тот человек что-то сделал подсыпал там или благодарю бога я на каждый закат солнца смотрю как на последний а сам думаю если не так нынче поставил себе в мыслях как-то катает начнет я поеду к себе в деревню и попрошу брата виктора савченко пройти со мной по полям где я вырос там пятилетний пас с отцом отец у нас нас 10 детей было и он без руки с войны был вот здесь мы были как что было какие птицы и орнитология все занимался жизнь птицами и все это заснять проститься с полями тяга такая мне 76 год проститься совсем потому что все было интересно какой у нас отец любящий детей был в такой бедности все в налоги забирали но у нас какая-то была всегда радость радость честность как отец валенки катал ездил куда-то катали как мне шубейку барнауле шили вот она же сапоги шили да как их на дегтем то нам а намазали до ушки там пришиты это свой был это все пришло на память это бог так сделал что любящая мать отец спас меня господь от этих грехов бог дал страх божий я каждый день благодарю за тот день когда бог дал веру в него страх божий ожидания суда божия ни евангелия не было ни библии я даже не слыхал таких слов вот это моя жизнь поэтому я ее все время исследую прославляю бога и считаю себя одним из самых счастливых не а может даже самым счастливым вот сказал сказать в интернете один познакомился такой шолоховет там стружков александр пропестор и гляжу он там где-то счета кому-то в интернете выставлено статьям я встретил человека счастливее которая не встречала ему 60 с лишним лет и начинает говорить недавно еще один раз захожу там сидит генералитет все генералы 4 карта генерала вот и мэр города тому если а мы только о вас сейчас говорили там сабантуй какой-то день рождения я говорю что более счастливого человека не знаем я говоря как вы узнали прокурор края а знаете в чем дело счастье вы делаете то что вам нравится вы все время весело у меня показывает папка такая на столе пачка лежит я преступное дело председатель краевого суда вот прокурор генерал-лейтенант и они все знают и все помогают что интересно меня иногда пугают мусульманами мусульмане мне помогают мы у них были в доме мол этом я ночевали евреями пугая да вы против евреев столько написали никогда ни одной строчки я говорю только что они пошли не тем путем евреи мне помогает банкиры как это может быть понятия не имею я смотрел я смотрел ваше послание к евреям вот вы очень интересно мне понравилась ваша аргументация как вы вот ну на но буквально на пальцах разложили еретические их не взгляд на но на отношения на их не отношения с богом вот на пальцах за сколько там за 5 5 пунктов у вас решается у меня 3 тома чётко и как прописано 3 тома про евреев это весь талмуд разбирая во свете библии каждый том 752 страницы это вы ваш труд чисто мой мой это у меня 38 томов написано один том полностью про мусульман весь коран разбирая коран по сура моя там сравнение с библией и за 1300 лет что о мусульманах было сказано о евреях что сказано представителями власти разными политическими деятелями поэтами за 3600 лет и все это собрал я и все поместил я не был против а как против против своей истории не пойдешь никогда не это и я доказываю показываю какая книга откуда взято какое житие вот потому что я это делает только с одной целью по любви к этим людям чтобы они приняли христа как своего спасителя вне христа нет другого имени под небом данного человеком которым надлежало бы нам спастись я православно не скрываю вот все говорят но вы все это знаете ну как вы можете православие это мертвая секта православие там ничего нету как вы можете это сектанты мне говорят мое обращение было среди сектантов 50 ников мы находимся все еще православно-русской зарубежной церкви те которые приняли акт о каноническом общении к нам приезжают архиереи служат у нас нет врагов нету вывод по поводу ну я вот допустим читал что мы видел вас именно как вот в рпцз да вот ваши доводы но и тут же вы пишите что вы относитесь к московской патриархии вот я вот ну чё то я знаю что они подписали когда там 2008 году по моему окон и ну а соединение но это же часть рпцз пошла на соединение с патриархией а другая же часть не признала московскую патриархию они полностью не признали а мы признали на соединение не пошли мы только две общие наши две на всю россию мы избрали тот путь который богом указан то есть мы никогда не считали московскую патриархию безблагодатной нас тогда долбили зарубежная но кто нас долбил они первые вошли туда а мы не вошли поэтому их архиерея к нам приезжает мы служим вместе причащаемся но и мы не подчиняемся иначе они нас уничтожат сразу мы избрали тот путь который нам бог указал мы заранее просили об этом и против объединения были все это было написано но сказали наш мой брат родной протеерей ездили в америку там это когда совещание то было но какое решение будет принято мы подчинимся ему давайте заранее молиться чтобы нам не забунтовать не выродиться в секту мы я называю вещи своими именами и бог так нам дал поэтому я работаю среди них самые в лютые враги против меня это папы московской патриархии ничего это награда это награда от бога я о них всех молюсь начиная с патриарха что бог дал им духовное рождение не мне окончательно судить где они будут я знаю что сегодня они поступают вот так то а надо вот так то это я знаю абсолютно точно для вас конечно что вы пришли на будущее вы больше не приходите сюда давайте договоримся так сегодня у нас если будет большое большое желание какая-то беда но не раньше месяца полтора вот в это время вы зашли удачно я как раз свободен еще голубей загонять надо я такая вот в комнате вот сейчас придут наши на занятиях были остальное доверьтесь богу доверьтесь вот сейчас что нужно сделать это пост на бумаге расчертите найдите свою вину где нигде себе поблажки не давайте и с этой бумагой пойдите чтобы ничего не забыть начиная с того времени как вы услышали о христе и с это время где у вас левая сторона появлялась где вы дьяволу поблажали ублажали его и объявите ему войну никакие чипы никакие энергетики на вас не повлияет у вас даже 10 чипов сейчас будет и они ничего не сделают меня пытается убедить да как так так никто не знает что в человеке кроме духа человеческого они не могут играть мне ни на мысли никак дьявол может внушать а мысли он не знает ему не дано никто не знает что человеке кроме духа человеческого и бога это никому не открыто никакие чипы не нигде ничего не сделают это просто я вам говорю вы не поверили больше к этой теме мы не возвращаемся я никогда не спорю зачем спорит кто ничего не знает а кто знает он возвещает истину вот они там говорил вам уже царё там воробьевский где они не знают так как должно знать истину они увидели зациклись на этом толкутся на одном месте то кости кто где чудеса мироточения там о масонской протоколах я этой теме 14 лет отдал в этой теме меня не профессором а академиком там считают но я все это оставил там все стояло у меня в обвинении когда меня судили я сказал дальше тема исчерпана все теперь я должен только молиться за всех я молюсь и за горбачева и за невзорова александра и за порошинку вашу и за нашу паутинку за всех слава тебе господи все правильно по-христиански таки надо мне другого не дано написано молиться за сарей за начальствующих что я стараюсь сделать а все остальное дьявол накручивать так вы только не давайте чтобы свободного так сидеть я вижу вы как-то сильно расстегнуты а попытайтесь сегодняшнего дня вот так застегивается на верхнюю пуговку получится нет а ну-ка попробуйте я посмотрю на вас видите какой-то расхлюпанный такой раз лепешил сядь прямо я не люблю когда вот лежат нет мне просто здесь стол высокий вы понимаете попробуйте сесть не обороте спиной не облокачиваться попробуйте начните с малого больше спиной нигде не облокачивайтесь будьте напряженны и вот смотрите я вам дам эпиграф где запишите псалом 118 сейчас минуточка возьму ручку это вам программа будет а а Продолжение следует... Продолжение следует... А вот смотрите на меня, вам видно, нет? Да, да, да. У меня на столе лежит вот такой арсенал, так это третья часть примерно. И тут же бумага пачкает в любое время дня и ночи. Должно лежать здесь. Теперь, в расстегнутом виде, чтобы я вас не видел, на малом соберитесь на этом, верхнюю пуговку пришейте. Бороду не трогайте больше. Определите, как вы крещеные, с полным погружением или нет. Каждый день считайте библией. В том-то все... Вот, кстати, вот мне интересно ваше мнение. Дело в том, что меня крестили, ну, когда я ребенок был в младенчестве, я не помню, как это было. Вот есть такая мысль, возможно ли второй раз покреститься уже во взрослом. Вот у меня есть такое желание пройти обряд крещения заново в зрелом хосте. Я объясняю, в первую очередь, это не обряд, а таинство. Это таинство, это не обряд. Обряд это, как я крещусь рукой. Вот это, это обряд. Таинство, да. Теперь запишите. Псалом 118. Я сейчас в интернете тут напишу, да? Нет, нет, вы запишите себе ручки, на бумаге было, там дороже будет. Интернета может свет погаснуть, и ничего нигде нет. Да, ручку не могу найти еще. Сейчас я напишу. Ну, ладно. 118. Псалом. 118. 164 стих. Две цифры запишите. 164 стих. Да, написано, семикратно в день прославляю тебя, Бога, за суды правды твоей. Семь раз в день, чтобы вы становились на молитву. Часа полтора пройдет, я не вижу, у вас иконы-то есть в доме? Конечно. Вот. И там, где мы, я не понял, что там без икон можно молиться, но раз вы православный, то так, подойди, перекрестись, и начинай молиться правила утренца, царю небесный, да отче наш. Смотрите, вот этот вот стих, его сколько, 7 раз считать, да, вот 164? 118-й Псалом, 164-й стих. Это один стих, который говорит, что 7 раз в день надо молиться. А, я понял вас. 7 раз в день. 7 раз. Вот утром мы помолились, проходит часа полтора-два, вы опять встаньте на молитву. Каждая молитва занимает примерно 7 минут. Это помолились три святоя, царю небесным, ну, начало, как перед каждым. И 100 поклонов. Поклон делай так вот. И чтобы поклонился так, чтобы рука могла пол достать. Руку не надо достать, но себя настоящий поклон делай-то. Серьезно отнестись. И 7 раз в день, вы увидите, у вас не получится. У вас разные причины будут, вы болеть начнете, вас корежит сатана. Не поддавайся. На четвереньках, но ползи. Никогда нигде не стони. Никому не показывай, что тебе невозможно. Ты помни, есть столько людей, которым намного труднее, чем вас. Вот у меня друг, близкий, знакомый, Сергей Парализованный. Вы видели его, может, с Воронежа? Ихонописис. 12 лет парализованный. Молодой человек. 12 лет. Он за трех мужиков работает. У него только один сустав, плечо движется, а руки нет. Все вот так скрюченные, вот такое вот. Ну, зайдите на наш порум, это на канал. Наш канал называется «Открытым оком». Да есть у меня, у меня он. И там вы найдете наши беседы с ним, особенно тут последние. Там у нас 2730 роликов. Это наши, только наши. Там все найдете. И вот молитва, пост строго наблюдайте. Вам не то, что там не надо мяса есть, молочное, рыбу. Это само собой 7 недель. А вы просите силу, чтобы не пить и не есть несколько дней. Но сначала сходите к священнику, чтобы он вас именно благословил на такой пост. Батюшка, мне скажи, это необходимо. Я хочу заморить сатану, чтобы у тебя чистый разум был. Ты увидишь, как все поползет назад. У тебя другие мысли, другой взгляд будет на все. Доверься Богу 7 раз в день. И выпроси у Бога желание ночью вставать на молитву. Вставать в одно время. Ну, ночью хотя бы раз или два. По 7 минут. 7 минут всего. И 100 поклонов. За один раз 3 святое, 100 поклонов и своими словами. Вот мне говорят, вот там Галина, Царева, тот другой. Богу прямо своими словами скажи. И ты увидишь, как начнет эта тьма отползать от тебя. Как полоса пойдет какая. Никогда не еди на какие-то поблажки самому себе. Мне вот 75 лет. И у меня в жизни ни разу не было ситуации, когда я бы встал, опустил руки и сказал невозможно. Я не знаю этого. Вот когда мы открывали сейчас даже визу, я говорю, ну, программисты, скажите, а возможно это? Вообще теоретически, да, возможно. Значит, я берусь за это. Бывает невозможно. Это тоже невозможно, потому что я судимый был. Ну, и проще так. У них там написано, судимых не пускают. Ну, у меня больше 20 лет назад. Я политзаключен, а наоборот, я более приятный им. Я не уголовник. Вот. То есть, да, я по мелочам показываю. Я все время ищу, как я. Исполняю это или нет. Я не теоретик. Каждый стих Библии я пропускаю через себя. Вот. Сказал Бог. Это мне Он сказал. Это так говорит Иоанн Златоуз. Написано усвоение. Бог умер. Господь наш Христос умер за всех людей. А я говорю, умер за меня. И кровь свою пролил. Страданием на кресте меня Он искупил. Меня. Это что написано? Господь говорит, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные. Я успокою вас. Это мне Он говорит. Мне. Лично мне сказал. Я говорю, Господи, Ты не ошибся, что меня избрал. Я с Богом разговариваю, как с лучшим другом. И вы перед Богом стоите. Всегда вставать в одно время. 4.40. Запишите где-нибудь. 4.40. Ни на работу не смотрите ни на что. Никогда днем не ложитесь. Запомните. Никогда. Если сильно будет усталость, там дрова колол. Днем можешь ты, ну не больше 10 минут. Сядь где-то так, голову откинь, чтобы голова упиралась, шею не ломала-то. И все. Не ложись никогда. Меня жена не видела лежащим ни разу. Поэтому у ней полная покорность. Она знает, что каждое слово – это печать перед Богом. И ты увидишь своими глазами воскресение нового человека. Ты не знаешь, какие таланты в тебе Бог может открыть. Я это все испытал на себе, ничего не имея. С нуля начал в 23 года. С нуля. И Бог все сделал, как ему надо. Теперь назад оборачиваюсь, 53 года за плечами вот такого пути. И вижу, это избрание. Он меня избрал, благословил, наделил силой Духа Святого и провел. Провел по разным сектам. Какое только верование, это отовсюду приходили люди, когда Господь касался их. Олег даже Стеняев и то необыкновенно удачным считает меня, хотя я его знаю лично, встречались ли с ним. Вот. Богу надо довериться. А какой результат? Кто обратится? Да откуда я знаю, кто? Я должен быть верен. Сети всегда я сею, свидетельствую, говорю. У меня со Украины как-то один заходил, там полупьяный. Ну еще ролик даже поставил, чтобы увидели. Я видел, я видел. Если я слушал, там бред такой. Ну вот, чтобы на наш разговор тоже не сказали, что бред. Если вы это принимаете, это перед Богом. Я не священник, вы ничего нет. Тайны никакой нету. Никогда не бойтесь, что вас попрекнут чем-то. Ой, я не знал, а теперь узнают. Люди, бросьте, не будьте рабом чужого мнения. Да, я такой. Я не боюсь это сказать. Вот она пришла, блудница, слезами, волосами отирает ноги. Она не боялась сказать. Евангелие об этом написано. Какая Мария Магдалина, из которой я знал семь бесов? Да именно это я. Что бы ни назвали убийца, я убийца. Потому что я ненавидел брата моего. У Бога другая мерка, новозаветняя. И вот эта радость, непрерывное общение с Богом. И это будет у тебя идти, как утренняя заря полыхнет по небу. Сидеть не надо. В таком возрасте вы как парализованы. Господи, избери меня на дело Божие. Другим свидетельствуй. Считай святую литературу. Толкование православной церкви. Вот у нас вышел трехтомник, его можете скачать. Нового завета. Полное толкование с откровением. Никакие царевы, никакие воробьевские тебе не помогут. Они никуда не зовут. Они ничего дать не могут. Ни взоров. У него никакой программы, кроме разрушения. Герман Стерликов, он разрушитель. У него нет позитивной программы. Позитивная программа это быть в Духе Святом. Довериться Богу. И мы в конце говорим. Говори, Господи, слушает раб Твой. И слышит. Я сразу приступаю к делу. К делу. Какое дело? Вот дело Божие, чтобы веровали в того, кого Он послал. Верить в Бога, во Христа, это дело. Делом считается. Ты услышал. Может, кому-то надо помочь что-то. Глаза пошире открой. Увидишь нуждающихся в тебе в молодом, сильном. Для чего ты такую силу накопил-то? Чтобы работать. А что там было как-то? Не в раз, но сатана попятится. Это абсолютно гарантировано нам, Богом. Воззови ко мне, я услышу тебя. Падут под ледя тысячи и десять тысяч. Один сною тебя, но к тебе не приблизится. Псалом 90. Будьте всегда радостны. Написано, радуйтесь. Еще раз говорю, радуйтесь. Не искусственно. Это не пляска какая-то. Вот я вам сказал о бороде. Вы послушайте. Больше бритвы в руки не берите. Не увидите, как начнет восставать. Что? А это блудодейная ересь. Блуд будет через бороды играть. Не прикоснусь. Потом сейчас только кончим, выключим. Сразу оторви шнур и больше не прикоснусь. У нас в армии служат молодежь с бородами. Но у нас на альтернативную. У нас оружие никто не берет. Избери этот путь Божий. И ты никогда не будешь после сожалевать об этом. И блажен, кто не сожалевает, не кается в том, что избирает. Хочу быть с Богом. И на молитве повторяю. Избираю Бога. Одного Бога. Никого, кроме Христа. Ты мой Бог. Ты умер за меня. Я твое достояние, Господи. Ты искупил меня. Сатана не имеет надо мной никакой власти. За меня его кровь пролита. Цена, достойная всей вселенной. Отойди, враг. Ты врага гони от себя. Перекрести, отойди. Я тебе не принадлежу. Иисус меня избрал. Его причистая кровь освободила меня от твоих пут. Никакие. Забудь про эти все чипы, как будто никогда не слышал. Совершенно об этом не рассуждай даже. Я знаю, у меня материалы на форуме написаны. Но только для знания и все. А как на вас отразилось? Никак. Об этом в священном начале. Там все говорят. Да, это опасно, все, но это не печать антихриста. Его еще нет самого антихриста. Печать не бывает раньше. Вот и все. Об этом хорошо. И у Осипова сказано, у Дмитрия Смирнова. Об этом Алфеев Иларион говорит, митрополит. Патриарх Кирилл не раз говорил. Я говорю только о чипах, не о чем-то другом. В другом они нуждаются в поправке. Смотрите все время во свете Библии. У меня сайт, форум, все называется во свете Библии. А Библию нужно знать, поэтому каждый день читай. Вы очень многое найдете на нашем форуме. Очень много интересной информации. Я поэтому и решил с вами пообщаться, потому что мне затронуло, скажем так. Я совершенно случайно, я даже не знал, что... Я вас узнал буквально два дня назад. Я вам серьезно говорю. Я даже, ну вот... И совершенно случайно. Поэтому раз, раз, думаю, а что... Как-то в контакте. Вот у нас видеоканал. Видеоканал. Он называется «Открытым оком». Игнатий Лапкин. Вы заходите. Там вы найдете, ну, 2700 роликов. Вы понимаете, что это такое. Там, значит, если... На сайте «Моим голосом» Библия насчитана. Златоуст 12 тому. Жития 12 тому. И сайт во свете Библии. И форум во свете Библии. У нас и «Ютуб» во свете Библии. Вы там найдете все. Добавить к этому нечего. На сайте я отвечаю 4124 вопроса. 55 папок. По тематике. Там мусульманство. Вот, допустим, беснование. Вы сразу найдете «Б» – беснование. И дальше вопросы и ответы. Вопрос есть. Вопрос ткнешь, откроется ответ. Там громадная работа проделанная. И этот день для вас будет незабытым. Вот. Если большая нужда какая-то будет, тогда где-то месяца через полтора сначала в скайпе внизу напишите, чтобы я увидел, прочитал, свободен я или нет. Я вам отвечу, что я свободен. Так просто заходить не надо. Я понял вас. Я так, я вам вот написал вконтакте это. Я думал, я с вами общаюсь. Я написал можно, ну, я вас наберу там в течение, ну, вот мне скинули. Я говорю, может, вас в течение 15 минут. По скайпу заходите. По скайпу я тут отвечу. А Мэйл.ру у меня заблокировали. Блокирует и блокирует каждый день. Ну, это там вроде пароль маленький. А у меня пароль 38 знаков. Да это мониторят ваш компьютер, как и мне, вот, все под контролем. Ну и что? Да, это тоже не обращайте внимания. Ну, под контролем. Они зашли у нас хорошее. Пускай они контролируют. Чем больше, тем лучше. Вы во всем должны видеть благодейщую, десницу Божию. Бог тебя любит. Посылает людей таких. Он устроил эту встречу нам сегодня. Мы поговорили. А что вы примете? Я многое вам говорю, это повторяю. Меня уже упрекали. Вы повторяетесь. Ну, другой человек опять задает тоже. Вам легче выслушать, чем найти где-то не можете. Но вы найдете у нас все абсолютно. Так, еще вопросы есть? Ну, все, в принципе. Не буду отвлекать ваше внимание. Погодно хочу сказать. Если у вас были какие-то связи с женщиной где-то, никакой связи, ни писем, ни звонков, чтобы не было. Обрубить все канаты. Не пытайся, я узнал, я ее спасать буду. Ты ее не спасешь. Она тебя задушит. Задушит под подолом. Не приближайся. Изменить что угодно. Говорит, место жительства, но не приближайся. Это та яма, из которой не вылезти. Есть грехи, с которыми надо бороться. Бороться написано. А есть грех, против которого надо держать оборону. А есть грех, от которого надо бежать. Написано, бегайте, блудодеяния. От женщины только бежать. Больше никак. Так это труд. Другого не дано нам. Бежать. Почему? Она вошла в контакт со змеем. Она Аданов погубила, и все гибнут. Пусть женщина не обижается. Самый позорный день в году, это 8 марта. Они даже не понимают, что это такое. Меня сегодня спрашивали. На форуме я все это объясняю. Так, у вас фамилия как? Фамилия моя Сеник. Сеник. Если вы выйдете, вы можете в Mail.ru, если у вас есть листья, страница там, друзья, нам легче будет общаться. Иногда меня разблокируют, я войду. Я даже не считаю, что меня умышленно блокируют. Это у них там от страха. Боятся Майдана в России. Они сейчас все давят и давят. До этого было Mail.ru, это прекрасная система. У меня в друзьях 10 тысяч человек. Я три кнопки только нажимаю, и 10 тысяч человек получают от меня. 5 тысяч знаков и 5 фотографий. Потом они сразу все свернули, видимо, там сверху власти-то давят, чтобы не давать знать. Только на 4-х можно, по одному. А сейчас отняли и к одному нельзя даже послать. Я могу считать, что мне пишут. То есть это от страха, они сами себя боятся. Я не знаю, кто это, но знаю, что это было не так. Но так как система не наша, а все эти Mail.ru и прочее, это еврейская, поэтому нам роптать не приходится. Они музыку заказывают, а нам плясать приходится. Не закупили? Проспали. Мне нравится один, видя анекдоты, сидят там араб один, японец, русский, миллионеры, миллиардеры все, иврей. Мы, русский говорит, вот разбогател, сейчас миллиардером стал. Он говорит, а куда деньги думаешь? Ну куда? Надо, наверное, вот туда-то посмотрел. Главное, нефтяные промыслы закупить. И называют там ЮКОС хорошо. Японцы спросили, а ты что? Ну, а я думаю, сейчас тоже денег очень много, не знаю. Ну, я закуплю, наверное, Ютуб, там все перечислил там. И третий. А еврей сидит, чай там помешивает, и говорит, а ты почему не говоришь-то, куда деньги? А он вытер. А я вам и не говорил, что я буду это продавать. Чего они только думают покупать, а он давно это все у него и есть. И он спокойно сидит. Чего ты хочешь обмануть? У них задача стоит овладеть миром. У русских некого нажираться да обмощиться. Чего спрашивают-то? Какая цель-то? Вы хоть когда-то видели, чтобы, говорит, еврейский был, ребенок был неграмотный? За 2000 лет ни одного не было. А у нас пруд пруди. Вы видели когда-нибудь, чтобы лежал еврейский мужик на остановке, и из-под него лужа текла? Я говорю, не видел. Меня еврейка спрашивает. Ну вот и разница. Я знаю. Самый глупый, негодный. Они его будут тащить, диплом ему вручат, и будет бумажки с кабинета в кабинет носить. Где устроился Авраам, там и Сара будет секретарем. И не надо роптать. Они знают, что у них цель есть. Но у русских никакой цели нет. Все, Александр, однако. Спасибо. Спасибо, Господи. Слава Иисусу. Выключайте. Слава Иисусу. Христос воскрес. Аллилуйя. Воистину воскрес. Спасибо.